Всем привет! В этом видео подробно рассмотрим предложение от ВКонтакте, кто им сможет воспользоваться, на какую рекламу оно распространяется, как ее настроить, в чем ее плюсы и минусы. Начнем с текста предложения. 25 марта в официальном сообществе ВКонтакте для бизнеса была опубликована статья со следующим текстом. ВКонтакте всегда помогал предпринимателям развивать свои проекты и находить новых клиентов в онлайне. Но сейчас малому бизнесу особенно нужна поддержка. Для многих компаний интернет становится единственным каналом продаж, поэтому наша задача – помочь бизнесу максимально просто и безопасно перейти в онлайн. Начиная со 2 апреля и до 30 июня 2020 года мы будем удваивать бюджет на рекламу в самом удобном инструменте ВКонтакте для начинающих предпринимателей и малого бизнеса – мобильном продвижении. А ресторанам и кафе с доставкой, которым приходится особенно быстро перестраивать свой бизнес, дополнительно дадим 3000 рублей на рекламу, чтобы помочь в поиске клиентов онлайн. Для участия в акции нужно 1. Зайти с мобильного на главную страницу сообщества бизнеса и открыть раздел «Продвижение сообщества». 2. Запустить рекламу, выбрать опубликованную запись или создать рекламу на поиск подписчиков. 3. Каждую неделю мы будем удваивать потраченный бюджет на продвижение с мобильного, возвращать траты за прошлую неделю. 4. Условия акции. Для получения купона нужно подать заявку через специальную форму после старта акции. Одно заведение может получить только один купон на первое размещение рекламы ВКонтакте. Если сумма трат за неделю меньше 5000 рублей, на счет вернется вся сумма, если сумма трат за неделю от 5000 рублей, на счет вернется 5000 рублей, но не более 50000 рублей одному бизнесу. Итак, чтобы воспользоваться предложением, вам достаточно запускать рекламу начиная со 2 апреля через мобильное продвижение сообществ и ВКонтакте будет возвращать вам затраченный рекламный бюджет на следующую неделю. Не более 5000 рублей в неделю и 50000 рублей за весь период акции. Теперь давайте посмотрим, что такое мобильное продвижение. Перейдя в свое сообщество, вам нужно нажать кнопку продвижения сообщества, после чего вы перейдете на страницу с общей информацией. На этой странице вы можете прочитать рекомендации ВКонтакте, посмотреть истории успеха других компаний, получить консультацию в чате поддержки или сразу начать настройку рекламы. Нажимаем кнопку начать и переходим на экран выбора нужного нам сообщества. Белым выделены сообщества, которые уже готовы к продвижению, а серым — сообщества, в которые нужно внести изменения, чтобы начать продвижение. Чтобы вы могли воспользоваться мобильным продвижением, у сообщества должна быть тематика страницы компании, магазина или персона. Также в сообществе должно быть не менее 10 участников и не менее трех записей. Выбираем нужное сообщество и переходим к настройке. Сначала нужно выбрать цель. Первая цель — новые подписчики, чтобы привлечь больше людей в сообщества. Вторая — продвижение записи, чтобы увеличить просмотры определенной публикации и заинтересовать ею новых людей. Цель — товары сообщества, пока недоступна. Начнем с первой цели — новые подписчики. Первым шагом нам нужно будет подготовить объявление. Создаем рекламный текст. Размер текста не должен превышать 220 знаков. Потом выбираем баннер, по умолчанию стоит обложка сообщества и в конце добавляем надпись, которая будет слева от кнопки. Добавив все необходимое нажимаем на предосмотр и видим, как будет выглядеть наше рекламное объявление. Если все хорошо, нажимаем далее. Следующим шагом настраиваем аудиторию. По умолчанию настроена похожая аудитория на подписчиков продвигаемого сообщества. Эту аудиторию мы можем оставить без изменения, можем откорректировать или создать свою аудиторию. Корректируя похожую аудиторию, мы можем дополнительно сузить ее по местоположению, указав страну, город или определенную локацию. Можем сузить аудиторию по возрасту и полу. При этом в верхней части экрана мы видим размер аудитории. Чем сильнее мы будем сужать похожую аудиторию, тем меньше будет ее размер. Откорректировав аудиторию нажимаем на галочку, чтобы ее сохранить. Если вы сомневаетесь в качестве похожей аудитории, вы можете настроить аудиторию вручную. Для этого нажимаем создать новую аудиторию, выключаем ползунок напротив заинтересованной аудитории, указываем нужный нам пол, возраст и интересы. Например, можем выбрать женская и мужская одежда. Также мы можем дополнительно сузить аудиторию, выбрав нужные нам сообщества. В этом примере мы выбираем показы только на тех женщин, которые интересуются женской одеждой и состоят в группах Ламода и Зара. Как только мы сделали все настройки аудитории, нажимаем на галочку, чтобы ее сохранить. Нажимаем кнопку Далее и переходим к настройкам бюджета и длительности рекламной кампании. По умолчанию указан бюджет 150 рублей в день. Мы можем оставить его или указать нужный нам бюджет вручную. Чтобы получить максимальный бонус от ВКонтакте, наш недельный рекламный бюджет должен быть в пределах 5000 рублей. Имеется в виду суммарный бюджет на все рекламные объявления. В данном примере у нас одно объявление, значит бюджет мы можем поставить 700 рублей в день. Когда все указали нажимаем кнопку Далее, проверяем настройки и жмем кнопку Запустить рекламу. Вторая рекламная цель это продвижение записи. Выбрав ее, нам нужно указать пост, который мы хотим продвигать. Белым отмечены те посты, которые подходят для рекламы, серым, которые не подходят. Нажав на знак вопроса получаем справку о том, почему пост нельзя продвигать. Выбираем пост, который хотим продвигать и переходим к настройкам аудитории, бюджета и графика. Настройки аналогичные с целью новые подписчики.